здорово всем расскажите про себя зовут богдан с обскова приехала сюда раньше не приходил никакие тренинги ничего как бы но все сам по книжке по каналу сейчас смотришь мой канал да давно смотришь четыре месяца где-то а как нашел его по и тубу лазал и как наткнул сначала пересмотрел всех остальных за потом меня ну возможно что-то смотрел другое да потом я понял а книжка читал да да на флешку не смотрел мне флешку чего приехал то расскажите приехал уже сам приехал за опытом как бы ну хочется реально жести честно говоря какое-нибудь потому что ну просто подходить как бы подхожу но хочется реально там нет а это эффективно то есть подхожу то есть это доходит до свиданий на нас связано отношений свидания пока да как бы дальше пока пока видание есть до свидания потому что там дальше проблемы именно уже с тем что говорите на мне немножко такие как вот такие темы получаются там типа где живет там как менять обзор на ферме и все это комфорт не создается здесь надо становиться интересе и просто развиваться ну там читать азарейте там можно аудиокниги сейчас для ленивых есть до херача я на коммуникации развивать заметил что как бы у меня там сейчас чаще всего получается такая штука чтобы не сделать меня чем разговаривать то что они не дотягивают этого уровня то есть когда да есть было что наоборот потом я понял что я там путешествую больше чем они ничем не занимаются чем кто-то из них да я там развиваюсь и что-то читаю что-то смотрю не все ну да да есть такие то есть и делаешь хотя было так пойдем чем делать сейчас подходить ну прям общаться сразу да 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 попробуем давай не снимать как-то надо вот сейчас сейчас лучше чувак давай начнем с того что ты сейчас можешь а потом я понимаю что то есть тебе нужны эмоции не знаю дима там она не скажет там на раз или что или тебе нужно результат чтобы это как-то отразилось на качестве знакомств и соответственно потом на качестве связанности тогда я поделаешь сам как мне будет говорить я вот я вот вот как-то трэш и я думаю ты сам себе придумаешь на свою голову какого но это само собой в общем-то одна из причин чему приехал но с ним просто мне понравилось запутелся вообще с тобой я есть парень ты что просто пообщаться я ж не напеваю с тобой я ему сейчас у меня сейчас нет я хотела не подпасать и ну просто поговорим и все Ладно, давай удачи Смотри, чувак, я не слышал Хоть-юхоть-юбей, потому что метро орёт Ну да, я понял Значит, момент Я бы вообще сразу открыл Что у вас куртки одинаковые То есть как бы вы прям одинакового цвета Большой серьёзный косяк, что это выглядело Вот так Вот так? Да, то есть ты прям подходишь вот туда сразу Зона комфорта, да? Да, то есть ты прям лезешь туда близко В клубе, да Да, плюс в клубе Естественно, блядь, мы не в клубе Слава богу, ну я понял В клубе, да, то есть Лучше встань чуть дальше, начни общаться И как бы если она нормально реагирует, уже подойди То есть это в принципе Дальние дистанции Я всегда на этот момент запоминаю свою руководительницу классную учительницу Вольтзи-2, но она была Такая прям старая Ну скажем, не совсем приятная На внешность Ну то есть как бы ну старый человек Да, то есть там дыхание вот это И она всегда подходила вот так вот близко, короче Вот Володь, ну то есть что ты Прям хуёво себе То есть я вот знаешь Всегда чувствую себя некомфортно Да, понял, да Сразу к человеку негатив Да, блин, она тебя сыр просто, она тебя боится То есть ты сразу отбудто появляешься Ты как бы с хмурым лицом Типа одешься на маску Не, я нормально улыбнулся вроде Не, ну я видел, ты всё равно такой То есть одел на себя маску какого, блядь, крутого чувака Ну мало ли, может и какой-то Ну я понял, да Нам везёт на каких-то, блин, это То гопники, то скины, то около футбольщики Не знаю Надо хоть раз показать серьёзного дядьку в костюме Дыр ёлзу Макса надо показать Он развёлся, хотя бы это Попутай не сюда Риман, вот мне надо послушать Что мы сейчас с ним говорили И что он ей говорил Потому что у него толстая кофта У кого-то работает разная фигня То есть Короче, выглядишь Например, ты там в костюмчике Весь такой интеллигентный Мотанистического виду Ну да, там, не знаю, дирижеры я так называю Чуваков Тебе вот так вот прокатит Даже как в начале А они поставят Ну в костюме я обычно не хожу Я тебе просто говорю, да Твой типаж другой Какой-то мутный чел Мутный чел в шапке Ну я так тебя воспринимаю Я обычно людям говорю, как я воспринимаю Не, я понял, да Все в своём будет Диман, чё скажешь по нему Или Макс Вот чё первое, чё хочется сказать Для него Ну я не знаю Типа типа спортсмен что ли Ну чё Ну Он скорее безопасный или опасный? Опасный Сейчас Диман спросим То есть мы обычно люди Да я вроде такой доброжелательный Как бы, ну Не, чувак, то есть мы Это не значит, что вот мы правы Не, я понял, я понял Спросишь её, она скажет что-то другое Спросишь его, он скажет что-то другое Смаль продаёшь И это неплохо, но кому-то нужна шмаль, я не знаю Просто Ну то есть как ты улыбаешь, то другой Ну когда ты хмурый, короче Ну когда она такая стоит, так улыбнуться сложно на самом деле Сейчас, Диман Да и тем более всё время с улыбкой Это как-то стрёмно Всё равно что надо Вот ещё раз смотри, поэтому в твоём случае лучше Хотя бы на первых парах вот будь таким вот А в моём случае вот в начале первое время Пристановить немножко вот таким прям Милым типа Ну да, но у тебя сегодня не получится это тотально сделать До конца, да И говорится, что ты сейчас будешь няшкой То есть ну как ты не старайся у себя не получится няшка Там ну как будто Не, мне вообще пофиг, я как бы подхожу Вот какое есть, я так и подхожу Я ничего не пробую Ну что ты скажешь? Вот ты на него сейчас Первое впечатление про него какое? А походы Не про подходы А походы Вот вообще в няшке что ты будешь сказать? Вниматься в Мишнаду Почему? Вниматься в Мишнаду На Москва Да Да На пиздец Ну я миг этого не знаю Просто, знаешь, облопивши в сталинской высотке Да И что держит на лице Не трогаешь, но Алексей Да Ебало, Алексей А у тебя бабушки наебало Поэтому ты на бабушкинской живёшь Да Слышишь? Слышишь, мягкий У соседей Да Похоже, одеты Не, давай про него что-нибудь скажи Да, ещё плюс-ка не сказал, но лучше не смазь, и всё Не, ну опасность Ну по характеру типа По характеру не знаю Почему опасность? А? Почему опасность? Научить быть мягким Да А если он внутри психологически вот от сдержания Вот такой То отжистить уже сложнее То он будет в каждой критической ситуации засыпать короче Ну и сыпать Да В твоём случае тебе больше повезло Диман Как нам нормально? А мы что, на синий что-то? Нет, мы там зелёный Не смотри Не сразу Объ pembo Да И вот Ну и SENSE Дай Nicholas Знакомься Знаем 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 Знакомься Сделаем такую рубрику постоянно Да вообще огонь мне Полностью спокою Какая у меня разница, пошлёт он на меня или нет Подход есть Если так насчет каждой парицы, то заебёшься. Вытаскивай. Привет. Такая вся санитая в телефоне. Привет. Так классно улыбаешься. Да. Классно очень улыбаешься. Спасибо. У меня есть девушка, которая улыбается и хочется как-то, я не знаю, смутиться, а у тебя прям такая милая улыбка. У меня будет приятно, но у меня есть много человек. Поэтому если ты хочешь познакомиться, то есть... Не, я не знакомлюсь, просто пообщаться. Ты убегаешь сейчас на поезд? Да, я отрабатываюсь. Слушай, ну давай, удачи тебе, хорошего дня. Спасибо. Давай. Такая интересная ситуация, короче, чувак стоит, готовый уже сыграть в Д'Артаньяна. Я не люблю таких. О чём хотите? Он думал, что есть такие чуваки, которые всегда... Типа, что я пристаю? Да, типа, хотят на Д'Артаньяне выползти, короче. Типа, он сам не может подойти, как бы, и он такой смотрит, короче, за собой наблюдает. Типа такой, знаешь, готовый... Типа, если она сейчас расскажет, то сразу... Да, готовый вступиться, да-да-да. Ну вот такой он, полняшный. Смотри, она улыбается. Она просто уезжала. Если бы не уезжала, ну поговорили о том, что... Чё она? Уезжала просто. Понятно, смотри, что делать в таком случае, то есть ты... Ну, либо вообще останавливать, чтобы... Во-первых, если ты видишь паровоз, я рекомендую заранее уже начать обрабатывать, что типа паровоз не последний. То есть, а не то, что когда он уже открылся, ты такой, блядь, давай на следующий. То есть ты заранее ее готовишь, она реагирует хорошо, если бы она там, знаешь, там... Ну, если бы кто-то, если реально зацепила, как бы... Она нормально реагировала, она очень хорошо улыбалась. Ты опять туда близко влез, короче, это опять косяк. Но это все уйдет, если тебе 10 раз об этом напоминать. То есть ты ее просишь. Да, за это время надо как-то быстро заинтересовать. Заранее обрабатываешь, чтобы подъезжает поезд, и тихонечко помогаешь ей не уехать. То есть не вот, там, знаешь, тащишь, да, то есть молодой человек. Просто если я вот так подойду, вообще ничего не слышу. Чувак, слышь, ты будешь. Это ж метро. Ну, я тебя сейчас слышу. Еще раз, смотри. Но она меняет топили спросила. Если она реагирует нормально, ты уже чуть ближе подходишь. Ты сразу неожиданно подходишь, короче, хуяк. То есть ее можно было бы, как бы, содержать на следующий паровоз. То есть себе надо внутренне просто представить, что эта херня вообще возможно, что я могу это сделать. И как бы, и как ты это сделаешь, как ты это сделаешь. А ты шапой натянул, поэтому тебе не слышно ни хера. Чего у тебя там, не знаю, это дыро, почему ты шапой? Это просто бабутина, блядь. Бля, ну не такой, что ты, я думал, ты лысый, там, не знаю, у тебя там крест. Да я просто в шапку. Гитлер там, не знаю. Да нормально, так тебе, кстати. С очками. Давай, короче, это, Диман, врубай. Ты убегаешь уже? Что? Убегаешь уже? А, блин. Слушай, может, постоишь там, муж? Ладно. Не, 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 возвращайся. Да муж, муж говорит. Где муж? Она сказал, у меня есть муж, сын. Да, она просто так скажет, что ты рли-молст. Это выглядело примерно так. Ты говоришь, я тебе должен сонку, короче. Ты говоришь, что ладно, отдай сонку, это у меня муж. Не могу, чувак. Вообще не могу, у меня муж. Ну, можно. Нам надо как-то пригласить какого-то чела, вот, более-менее взрослого и такого, у нас костюмчик. Кианист какого. А может, Юрий попробует? Можно, он подходит вообще. Но он раньше тоже. Надо Макс ищет потом. Ты же сам все время говоришь, что надо брать не одежды, а идти по собой. Одежды, говорить. Это все как Москва, во-первых. У тебя, как-то, конечно, себе, там, а у вас уровень тела, совсем другое. У вас, в принципе, не будет так сильно влиять. Если мы говорим про Москву... Так а что, я херово одет, что ли, совсем? Не Москвы, я просто херово одет. Ну, нормально, но... Да пуховик обычный, да. Когда вот только я начинал, после того, что тонкая грань. То есть ты же не расти его в чугах. А почему мне должен нравиться чувак, который там обычный шмот? Если мы одни одеться, как бы, но они будут играть, дайте же. Может, я миллиардер просто люблю так одеваться. Блядь, смотри, это заубеждение опять же. Ты заебал, Диман, с вами стилистом. Я не стилистом говорю. Я говорю, что внешка важна, блядь. Я не говорю, что нет. Но он выглядит не совсем уж хуёво. Ну, не совсем хуёво. Просто он как скин. Не, не совсем хуёво. У вас хуёв хуёво, что-то нет. Я говорю о том, что он... Если он вообще отстелкнет у людей, он может показать себя. Но первое, это впечатление на кейшко. Говорите, наоборот. Как мистер Дерка, одеть костюшку. Да, да, прямо сейчас. И не возьмём, в жёлтых, подолстых, подолстых, подолстых. Вот. Уже там? Так послушал, в жёлтых. И к ним какая разница. Они тут тебе не думают. Ладно. Блядь. Привет, девчонки. Ты такая, я смотрю, несговорчивая. Чё за пацан подошёл, да? Давай быстрее отсюда сваливай. У тебя прямо на лице читалось, по-моему. Слушай, а можно как бы, ну, сесть как она, чтобы я вас с тобой видел? Ну, такие классные. Просто, ну, захотелось пообщаться с вами. Поешь, дядя? Здорово. Так, давай, чё ты мне ещё скажешь? Ну, давай, вот сейчас чё-нибудь херовое скажешь, я тебе сразу солью, да? Есть такое? Молодец. Ну, ты её защищаешь, как бы, да? Немножко от таких, ну, типа, подходов с трём. Нет. Ну, мне кажется, по тебе прям считается, что ты сильная. Жизнь, девушка такая, прям, что... Такой стержень у тебя внутри. Тебя, наверное, отец строгий, да? Нет? Слушай, у тебя вообще стойкость, просто вот, давай, ручку. Молодец. У тебя как живут? Ты уезжаешь с ней? Да. Ну, давай. Удачи. Чё ты как опять осмыстил? Да я... Не знаю, а нахер? Чё? Ну, не так понравились, чтобы их держать. Ну, давай, пизде только, блядь. Чувак, смотри, это... Во-первых, а он приехал сюда... Из-за того, чтобы жену себе выбирать. Ну, да, ладно, согласен. Как бы, если ты уже делаешь, сделаешь до конца. Согласен, ладно. И третье, я люблю, когда люди своими именами вещи называют. Я бы сказал, я подумал, блядь. Я не знал, как это сделать. Ладно, ладно. Хорошо, ты подумал, подумал. Ты так и будешь не знать, если не будешь пробовать. Пробуй. Согласен. Ты не обязан на ней жениться после этого. У нас последняя такая традиция, что если ты девку не пустил в вагон метро, то она говорит, все, пиздец, бриданое, готовь. Ну да. А мы приехали, что, Дима? А, нам на Арбатскую. Да. А чем вы тогда? Арбатскую. Давай, здесь, что-нибудь по вагону сделаем. Ну давай, ну там свободнее, там прям большая, широкая станет. Да, можно было ей задержать. Можно было. Ну, то есть, вот ты сам не доводишь до конца. То есть, у многих такая проблема, они либо сваливают раньше времени, либо вот, ну, не отпускают раньше времени. Пойдем. Я понял. А что холодильник? Короче, высоко, нормально, где? Где? Вон так, где-то, 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 где-то. Где? Да, давай, ну так. То есть, нормально реагируешь? Да. Ты чё, блин, ты хорош. Нет, нет, нет. Ну, блин, 30. Ты чё? Ты хорош купить, ты чё? Офигеть, ты хотя бы улыбаешься. У тебя просто космическое пальто. Это даже не розовое, это шейк камни за куруси или как это? Это розовое? Крутое, знаешь, у тебя ещё тут такое похож на бирон. Что? А ты прям вот смотри, вот это очень важное разговор. Пропустишь паровоз, я не успел срицать. Без запаха. А, ты его любишь? Да. Я, кстати, своего тоже любил. Хороший вечер. Ну, хотя бы сейчас, видишь, ты сделал, вернее, ты не сделал попытку. Да я подойти-то могу, смысл какой-то. Бля, чувак, смотри, ещё раз. Мы во время... Ну, видно, по лицу 30 лет. И чё, смотри, там смысла нет, потому что они не понравились. Здесь смысла нет, потому что не смысла нет. Здесь реально, я не отмазываю. Давай называть опять вещи своими именами. Ты салф. Ты салф. Ей 30 лет. Смотри, какие перспективы. Я подхожу, она видит, что она видит. Ты сейчас с перспективой приехал или получить обратную связь? Честно. Обратную связь. Ну вот, блядь, смотри, то есть мы на наших тренингах... Не, ну давай к 40-летним подхочить. Давай не будем утрировать, смотри. То есть мы иногда подходим к девкам некрасивым. Мы иногда подходим прям к древним. То есть там есть такой мамин таракан, и бессознательно она там твоя мама, и ты боишься там типа это, что она... Ну то есть там дофига чего боишься. То есть для того, чтобы тебе было... Ими идеальными, назовём так, легко и хорошо. Тебе надо иногда делать ненужную хуйню. Сейчас паровоз уедет, погоди. Давай смотри. Ты приходишь к качалку, да? Ты пришёл делать становую, короче. А тебе говорят, не знаю, вездуй на беговую дорожку и беги. То есть 15 минут, ты думаешь, ну чё, дебилы что ли, блядь. Я пришёл делать становый, да? Я хочу массу набрать. Ну нахуя мне... То есть там же, ну как бы, там есть вещи, которые напрямую не связаны с массой, да? Ну то есть ты их делаешь для того, чтобы вот эту массу быстрее набрать, не там разогрелся или что-то. Здесь то же самое. То есть если ты хочешь, ну как бы, сдвинуться, то есть мы будем, да, я вижу, мы будем делать вещи, которые тебе некомфортны. Не, я понял, окей. Я теперь понял, ну как бы, всё, без проблем. Это наоборот, была старая тётка для того, чтобы ты прокачался. Но надо было просто перед этим это сказать. Окей. Привет. Ты так идёшь в развалочку смешно. Классно выглядишь, на самом деле. Спасибо. Ты всегда так смущаешься, когда к тебе подходят? Да. Как тебя зовут? Меня Богдан. Меня Богдан. Ты такая тихая, блин. На самом деле нас есть 15 человек ещё сейчас подойдёт. Чувак, смотри, вот ты опять подходишь слишком близко. Видишь, она... Тебе страшно сейчас? Вот давай честно, мы сейчас уйдём, короче. Не, мы с ним. Что? Нет, давай прямо на расстояние. Смотри, вот чувак подходит, ты отходишь, да? Он опять подходит. Личное пространство. Личное пространство. Из первых уст. Хорошего вечера, ты очень круто выглядишь, спасибо тебе. Бля... Иногда нужно повторять одни и те же вещи по сто раз, пока они не пройдут. Но любая херня, она важна. Здесь всё состоит из мелочей. То есть каждая мелочь, думаешь, ну мелочь. А когда они складываются в общую картину, ты понимаешь, как это работает. То есть ты подходишь, она отходит, она говорит, мне так не комфортно. Блядь, чувак, прям вот это факт. Потом посмотришь на видосе, то есть она сделала, как ей комфортно. Ты опять туда лезешь, она опять туда, короче, делает. Ну пока для тебя это стресс, ты не замечаешь. То есть ты будешь замечать, когда ты там немножко успокоишься. Я просто всегда так как бы подхожу. Ну, подходи близко, вот так вот общайся, на расстоянии выкинуть руки. Там микро не съехал, никуда вообще. Чувак, вот ну как-то так. Просто люди за это бабки плачут как-то там. Причём такие от 100 тысяч рублей, ну за 2 часа, а за определенные 10 из 2 страны. Поэтому возьми отсюда максимум. То есть не надо думать, что мы тебя тут, блядь, мы им говорим, что ты такой... Вся херня, которая происходит, она происходит, чтобы, блядь, ну как бы, за это время ты здесь всё провёл с пользой. Всё для дела, я понял. Это сильно изменит даже качество знакомств, качество реакции, соответственно потом, как бы, твоя тема вообще с доверием. То есть они тебе не доверяют. Я слышу, ты там что-то такое говоришь, в принципе, про неё что-то рассказываешь. То есть там несколько раз поделаешь горлом, это вообще как бы наладится. Я делал. Но ты их, как бы, своей невербаликой своим посылом больше пугаешь. То есть как бы посыл это вот то, что... Типа близко подходил там. Да, и хотя бы с этого начни, хотя бы с этого не подходил. Просто когда стоят далеко, они всё время, что, 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 что. Лучше пусть будет так, лучше она сама залезет, или ты потом подойдёшь. Ладно, окей. Ну, сейчас ты похож на чувака, кто говорит, короче, смотри, сейчас ты мне деньги отдаёшь. Она съёбывается, ты говоришь, не, не, а сейчас отдаёшь. Ещё серёжки. Сейчас я ещё, короче, вот смотри, шамент идёт, улыбаемся, да? Ну, то есть реально выглядит вот так. Диман, ну поехали. 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 Ну, давай. Ну, тут тесновато. Давай. Давай. Привет, ещё. Привет. Как дела у вас? Как дела у вас, говорю. У тебя как дела? Ты такая позитивная, я смотрю, да? Сразу смеёшься. Так. Тебе не комфортно, что ли? Нет, мне комфортно, я просто отца жду. Просто чего? Я просто... Да. Нашу. И она. Тебе подошли. Просто ты мне понравилась и захотела с тобой пообщаться. Нет, у меня был такой. Ну, просто пообщаемся. А, блин, опять просто пообщаемся, да? Как всегда, вы всё время одно и то же говорите, да? Да. Слушай, ну давай просто поболтаем, да и всё. Ну, никто никого... Никто никого ни к чему не обязан. Просто поговорим. Я считаю, это приятный человек, и не в общем, где. Пошли. Пошли отойдём на сену. Ну, нет, я просто здесь человека жду. Ну, помог. Ну, ничего, подождём там, в сторонке. Нет, вы здесь не говорите. Ну, серьёзно, как бы, ничего такого. А, просто я такие аргументы уже тоже не первый раз слышу. Представь обратную ситуацию. У тебя есть девушка... Ну, допустим. И с ней знакомятся люди, которым она просто понравилась, но которые совершенно ничего не хотят. Ну, они просто пообщаются. Ты же парень, ты же понимаешь, что парни просто огня общаются. Ну, если девушка, как бы, адекватно, она отойдёт, пообщается, но номер не даст, я считаю, да. А, то есть, минуту с тобой вот эти две минуты пообщаться, вы номер не даете? Ну, я просто с тобой захотел пообщаться. Я не, как бы, не преследую цель номер там взять или ещё что-то. О чём пообщаемся за оставшиеся пять минут? Ну, просто, не знаю, мне кажется, ты приятный человек, и о нормальным людям всегда есть, о чём поговорить. То есть, мне надо за пять минут или... Да тебе ничего не надо, как бы, если... Это, ну, всё взаимное желание, на самом деле. Если ты не хочешь, тебя это, прям, напрягает, как бы, ну, вообще без проблем. То есть, я не хочу на тебя давить, прям, реально. Если для тебя это некомфортно. Вот я и не доволен. Просто я не верю. Просто общение. Да я понял, наверное, много случаев было, когда подходили уже, да, и... Ну, да. Потом всё равно брали номер, пытались. Нет, конечно, никто. Ну, пытались, но все эти аргументы я слышала много раз. Ну, ты давно в отношениях есть, не секрет, как бы? Пять лет. Это, блин, это серьёзно. И у вас прям любовь, и всё хорошо, да? Просто есть такая фигня, что через два года, ну, знаешь, отношения угасают, и, ну, превращаются в бытовуху, и такая фигня, хорошая, получается. Ну, у тебя всё классно? Классно. Главное, я считаю, чтобы на протяжении времени, ну, чувства оставались, как бы, ну, настоящими. То есть, у вас уже так, да? Ну, у неё, не знаю, как, у тебя. Как тебя зовут, хотя бы? Меня Богдан. В прошлый раз с тобой познакомиться. Реально, ты приятный человек, и, ну, по-хорошему завидует его парня. Ну, всё, давай, удачи. Здравствуйте. Вот так вот. Чё там? Да там пять лет встречаются, как бы, в отношениях. Ну, и вообще, много парней, как бы, пытались её отвезти, и она уже не верит, что это просто, ну, что это просто пообщаться. Типа, говорю, что всегда одно и то же, и, короче, всё время вы берёте, ну, и так далее. Во-первых, пять лет в отношениях, а во-вторых, отходить она не хочет, потому что много раз подходили такие же парни, которые хотят... Она так сказала, она так подумала, она так сказала. Она так сказала. Чувак, много раз подходили парни, которые хотят просто пообщаться, и... То есть, мою карту? Нет, ну, и твою, конечно. Вот, и она им, короче, не верит уже, этим чувакам, которые просто хотят пообщаться. Ну, ладно, это она всё такое... А чё они хотят, просто пообщаться, что ли? Ну, она говорит, всё равно вы берёте номер, там, в конце, и так далее, типа, всё одно и то же, типа... Всё равно вы номер берёте, в итоге, короче, всё одно и то же, типа... В смысле, что это плор, что ли, или чё? Такие бойки мне рассказывают, мне. Всё равно вы номер берёте, а, суки, вообще. Присовывают и убегают, ах, вот бидро. Нет, да, берут номер, не звонят, это, Макс, напомнишь чуть попозже, ладно? Да, да, да. Я сейчас это, с альфа сниму, где-то альфа скидокомат на улице, надеем я сниму тебе деньги. Давай, время есть, давай, пойдём. Не врывайся, не врывайся, ты вот опять, раз, появился откуда-то. Ладно, решить, хорошо. Давай. Привет. Привет. Здравствуйте. А вы вместе как-то? Да. Нет. Нет, не вместе. Слушай, ты мне просто понравилось, захотел с тобой пообщаться там пару минут. Что нужно? Мы с мужем, с дочерью идём. Так вы уже сказали, нет. Что? Что тебе нужно? Мне послышалось, вы местные. Я пообщаться хотел. Ты хотел трэша, вот видишь. Не, ну клево. А она снимешься, получается? С мужа, это мужа и дочка, блин. А, мужа и дочка, нихуя ты, блядь. Я нихуя? А что он сказал? Ты что хочешь, парень? Он мне сказал. А почему? Пообщаться хотел. Ты подошёл вот так руки в кармане? Нет, смотри. Да я вообще вхожу, я не понимаю, они вместе, я спрашиваю, вы вместе типа? Он говорит да, это говорит нет. Спаси тёлка говорит нет? Я такой, ну ладно, типа обхожу эти, говорю, слушай, ну ты мне понравился, хочу с тобой пообщаться. Она мне говорит, да мы с мужем вместе. Я думаю, чё-то херен. Ну типа того. Бля, ну это жопа какая. Знаешь, это жопа какая. Чё-то прикольный, ты же хотел трэш. Не, клёво, клёво, такого у меня ещё не было. Молодые просто. Молодые просто. Да, я встану как-то интересно. Народный. Да, я встану как-то интересно. Тим, я захотел с вами пообщаться, поделиться с ним, а? Ну просто давно не виделись, когда нам надо пообщаться. Ну, две минутки как бы всего. Прям нет, 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 только нет, опять не подходите ко мне, да? Слушай, а она всегда тобой командует? Да, я её поддерживаю. Ты её поддерживаешь? То есть настолько там всё серьёзно, давно не виделись ли? Да, всё серьёзно, и у нас осталось две минуты общаться с ней. А, вы разъезжаетесь, да? Блин, ну ладно, удачи вам тогда. Да. Да. Да я не... Они говорят, типа мы разъезжаемся, давно не виделись, всё, типа... Ну и чё? Я всегда в таком случае говорю, а если б ты был какой-нибудь принципом, Монако, блядь, Лионель Месси, не знаю, там, Тимати, я не знаю. Ну сноровки не хватает на такие случаи как бы, они резкие. Не, я просто объясняю, что как бы, а как бы они вот так вот тебе сказали? То есть вопрос в том, что обрабатывает, это недолго, это там важно, то есть больше улыбайся. Не, я сказал, что это на минуту, что-то такое я знаю. Ну ты такой, всё равно, ты серьёзный. Вот ты стоишь по невербалик прям, как-то покаять на камеру, и, конечно, слышишь, руки назад, как-то вот такой. Ебать. Не, я наклонился. Я наклонился, потому что они сидят и их не слушают. Ребят, здорово, а вы, случайно, не прокачку два снимаете? Че? Прокачку шансы, давай снимайся. Почему два, блин? Ты узнал даже, что это два? Блядь, давай салфетки найдем влажные. Иди, возьми влажных салфеток. У девушки. Да, здорово. Здорово. Оно же должно в конце типа стоять? Оно же там в конце стоит? Нет. Оно стоит в начале. В конце стоит разговорное расстояние, это вообще фигня. Даже жестом без слов. О чем, наверное? Ну, просто подойти и... Молчать? Типа крокодила, да, объяснить там словами. Не знаю, что ты футаешь или мы что-то нет, но мы его там, как бы, рассматривали. Первое там задание идет молчание, просто подходишь там, привет и молчишь. А потом ты даже без привета подходишь и начинаешь что-то там руками показывать. Ну, там все по схеме, я не знаю. Может быть, просто тебе сложно. Вот эти задания... Да я это сделал. Это факт в том, что это стоит в начале, а в конце стоит разговорное расстояние. То есть в начале сложное, а в конце простое. В начале мы показали, как это работает, а в конце мы показали, как это надо делать. То есть скорее вот ты об этом сейчас... Давай еще прям пару подходов. День три, я имею в виду, что... Мне надо, чтобы они телефоны брали. Они, блядь, продрачивают, короче. То есть как бы это не объяснить зрителям, что это там типа разминка, разминка, там первый день. А эти дебилы пишут, там почему телефон не дают. Так что давай ты хотя бы один номер распринешь и... Да, окей. Да, окей. Ублей. И это есть причина. Нет, я знаю, это жопа, жопа, да. Такая, знаешь, что, блядь, потому что Путин там или что-то, потому что там, не знаю, Сталин... Да, да, всегда есть причина, я знаю, да. Да, груто как бы, да, блядь, а что делать? Вот синяя юбка, что-то неожиданная какая-то. Сейчас найдем кого-то. Да, причина, но, то есть как бы, если б ты вот выложился на максимум просто, я не знаю, шатался там, да? Ну пиздец. Я не знаю, дождь пошел, ты не мог на это повлиять. Это не та история сейчас. То есть как бы сейчас эти причины только в тебе. Ты же спортсмен, ты же там, наверное, хуяришь до последнего. Когда уже сотка не поднимается, ты быстро встаешь, скидываешь, одеваешь 80 и дохерачиваешь на более мелком весе, блядь. Вот идет шуба, короче. Только ты прямо навстречу сейчас подайся туда. Давай в платке, давай, давай, давай. Привет, слушай, остановись на секунду. Слушай, семена ужаса. Я понимаю, что тебя задолбали парни, которые к тебе подходят, но ты мне реально понравилась. Прикольно. Давай пообщаемся две минутки. Да нет, я занята, я постараюсь. Да почему нет? Постараюсь сильно. Ну минутку постоим, серьезно. Нет, нет. Времени не отниму, а все. Да давай, минуточку. Серьезно, иногда бывают в жизни такие случаи, когда надо минутку постоять. Это как раз тот случай. Слушай, ну ладно, тебя как зовут? Оля зовут. Меня Богдан. Приятно. Ну дай ручку-то. Зачем? Из вежливости. Из вежливости. Ну из вежливости я здесь сказала... Слушай, ну послушай. Слушай, вот просто твой брат вот прям две секунды. Не, не, не стоит. Это прям вот... Прямо сейчас мы тебя отпустим. Подожди, это очень важно. Просто... Ну... Он сейчас уедет с тобой, я его потеряю. Со мной не надо уедать. Тихо, ты вот просто ему понравилось. Ты можешь две секунды времени уделить? Нет, я... Это прям... Я ушел, меня нет. Меня здесь нет, смотри. Я очень... Меня нет. Меня нет. Ну вот забирай свою твою брату. Вообще я все же чувачку подставлю спинаюсь. Почему, блядь, я ее остановил, а ты нет? Потому что ты говоришь не трогать и не врываться в ее пространство. Нет, если она улыбается, ты уже улыбается. Она не улыбается в том-то и дело. Она едят вот так вот. Она нормально реагирует. Она отвечает. Она даже руку не дала. Смотри, она нормально реагирует. Я говорю, давай из вежливости хотя бы. Я вижу, смотри. Она нормально реагирует. Представь, что прям вот пипец вопрос жизни и смерти. Если бы она говорила там отвалите, отстаньте. То есть я вижу, что ты делаешь как попытки такие какие-то. То есть ты... Ну я не врываюсь в пространство. Все как надо. Давай я тебе скажу. Тебе хочется услышать как бы то, что тебе поможет. Или это не говорить. Могу не говорить ничего. Давай, хочу. Хочу, конечно. То есть я это говорю не для того, чтобы сказать, что ты хуёван. Я понял, да. Ты приходишь к конструктору, блядь. Он говорит, чувак, делаем вот это и вот это. То есть ты же ему не говоришь, бля, нихуя, короче. Ну я понял. Нет, ну просто противоречивая тема. Смотри, вопрос, что ты себе внутренне этого не разрешил. Пока ты вот не переселишь, то есть так и будет. То же самое с поездом, вот только там проще. То же самое и здесь. Вот видишь, я её прям... Я вроде тяну, но я не делаю это прям как-то по-хамски. Я прям вот еле-еле, да, но ещё параллельно объясняю. Ну я понял, да. Потому что это бесед, как важно. В твоём случае вот, когда вот такая ситуация. Ну то есть ты бы всё равно на эскалаторе с ней постоял бы и дообщался. Ну я просто уже не стал на эскалаторе, чтобы... Просто чё я... Что я не стал этого делать? Потому что, ну ты сказал про расстояние там... Посмотри, может она хорошая. Ну на уши к себе. На уши к себе, пожалуйста. Ну ты мне понравилась просто, хотелось пообщаться. А, ну ладно, всё к мне, у меня есть муж. Ладненько. Ну она и нехорошая была. Съеда. Муж, муж говорит. Так вот, договариваю. Перед этим подходом... Мы сейчас пойдём наверх. Да. Ну была тема, что ну не врывайся в пространство и так далее. А вот это это уже... Да, смотри, ты уже общаешься. То есть смотри, ты не должен там сразу туда врываться, да. То есть как это происходит? Ты сразу врываешься, вот ты начинаешь пиздень. Ты с ней уже немножко прошёлся, уже немножко проговорил. А Том, товарищ, протормози, пожалуйста, на секунду. У меня здесь встреча. Это важно, бла-бла-бла. И уже начинаешь как бы подключать руки, но очень мягко как бы. Немножко. А если она, например, говорит типа не трогайте меня там человек... Смотри, если она прям негативит, то не надо. Если она при этом улыбается или там... Ну и говорит, я спешу, я же сказал... Да, здесь была нейтральная реакция. То есть как бы... Ну и позитива особо, да. Да, наверное, я просто показал, что это возможно. Ну то есть... Я понял, да. Здесь у нас дальше пошла... Ну у тебя это типичный просто получается. Потому что... Потому что... Как бы ей вообще странно. Да, чувак какой-то доебался. В общем, второй подбежал. Да, я понял. Ну, может быть, лучше бы прошло. Да. Где-то дожать надо, получается. Ну, надо чувствовать эту грань, когда надо дожимать, когда не надо. Пока ты не чувствуешь лучше... Сразу дожимать. Не сразу, то есть лучше во всех случаях это не надо. И уже там дожал, не дожал, уже по факту, да? Слово дожал какое-то хуёвое, понимаешь? Ну попробовал, не попробовал. То есть смотри, неправильный посыл, то есть ты айфон, ну это же мечта для многих там в периферии. Ну там, они же там, блядь, зарабатывают тридцатку, айфон стоит шестьдесят. То есть у них там... Ну, я не про всех говорю. Ну не знаю, ты там в Ираре. Не знаю, что это там. Влада... Ларгус, блядь. Я понял. Вот. И ты говоришь, я вот пытаюсь дожать сейчас Димана, чтобы он, блядь, принял от меня в дар айфон. Он говорит, да не надо, вот, заебалийся в айфон. То есть... Ну не дожать, попробуй. Ты должен о себе, вот переключать это мнение о себе на то, что ты вот для них вот этот самый приз, вот этот вот айфон. То есть который еще и говорит, эй, на, возьми меня. Я сейчас, ну, акция, блядь. То есть... Тут, получается, наоборот. Как будто ты у нее что-то забираешь. Конфеты попробуй. Да, есть такое немножко. Да, кстати, вот на нем прям конфетки, а они бы его прям сейчас вставили, вот так. Ну то есть, прям это факт. Отдавать на конфеты? Потому что, да, тебе придется быть таким, короче, более няшным, чем сейчас. То есть и надо идти раздавать конфетки. Ну это вот не сейчас, а вообще. Ну то есть мои подходы типа транслируют, как бы что я что-то забираю, да? Ну не сильно, я тебе просто говорю вообще. Ну отчасти, чуть-чуть такого. То есть ты понимаешь, как должно быть. Где-то мягко, где-то пожестче вообще. То есть должно быть, чтобы ты чувствовал себя этим призывом. Ну вот это не вся. А сейчас я не знаю. Ой, извиняюсь. Это не-не-не. Слушай, а постой секунду. А можно я поговорю? Ну, перезвони. Нет. Ну, это реально важно. Слушай, погоди, реально бывают случаи, когда надо постоять и... Сейчас, когда это секунду. Перезвони там, я думаю, это не очень важный звонок. Это очень важно, я с мамой сказала что-то. С мамой? Ну, ты мне просто понравилась, захотелось пообщаться с тобой. Ну, не все, я с мамой. Какая причина у нее была сейчас тебе давать телефон, например? Ты говоришь там, я привет, ты мне понравился, и что? Я дохуя кому понравился. Я телефон не попросил. Ну, то есть ты ее должен был все равно в моменте коротко заинтересовать. Так я потом не спел просто сказать ничего. Ты что-то рассказал или сказал про них, похуй, проходишь дальше, еще что-то пытаешься. То есть скажи, отвлекись на секунду, то есть... Я ей это сказал. Что она говорит? Она отвлеклась. Хорошо, то есть как бы вот эта штука не проканала, потому что, ну, как бы ты мне понравился, и что? Что она должна была? Да я даже не успел ничего. Ты, 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 Абрамович, ты подходишься, и ты мне понравился, и говорит, ну, вообще-то, да, Бориса, как-то, ну, Абрамович, это, это мне льстит. То есть, а ты, чувак из метро, блядь, в пуховике, в красном, как бы, ты мне, ну, и что? Да заинтересовывай, ну, как бы, не отпуская, и не в прямом смысле. Так вот она сразу пошла. Ты идешь за ней, говоришь, погоди, я еще не все, это важно, это пару секунд, у тебя там просто такая необычная внешность, благо, благо, что-то говоришь, параллельно-то пытаешься оттормозить ее на словах, параллельно пытаешься ее до заинтересовываясь своей настойчивостью, хотя бы, то есть, вот тут можно наглость включить, что, типа, ты не отстаешь, но только мягко это делаешь, и, как бы, она заинтересовывается того, что ты такой вот наглый, как бы, ну, охуевший, то есть, в хорошем смысле слова. А сейчас это выглядит так, привет, ты мне должна соткнуть, я с мамой разговариваю, а, ну, ладно. Короче, тебе надо над этим работать, тебе надо, что делать, тебе надо не подходить близко, это вообще твой косяк сейчас, то есть, ну, не надо туда врываться, тебе надо больше улыбаться, ну, на первых порах хотя бы, то есть, быть, ну, с добрым посылом, чтобы они тебя не шугались, и самому не сваливать, то есть, у тебя, в принципе, все для этого есть, там, не знаю, баринок. Ты бы сваливаешь, почему? Если не знаешь, что говорить, ну, сделай горлом, если, там, как бы, ты общаешься, ты подходишь, ты можешь заставить, мы тебя не отрываем от столба, чтобы ты, блядь, знаешь, там, типа, нет, я не пойду, и к этой, нет, ну, как бы, в принципе, я не знаю, может, тебя внутри колбасит, ну, как бы, это и нормально, если тебя колбасит, ничего там плохого нет. Но ты хотя бы не сливайся, ты же не пришел в качалку, один день позанимался, на следующий день проснулся, блядь, ноги болят, короче, да ну нахуй, я не пойду больше туда, то есть, ты идешь там, не знаю, вот так вот, ты помнишь, как ты срать хотел, блядь, ты после, после штанги? Я вот так, ну, правда, я потом забросил, я вот так садился, короче, хорошо, блядь, потом так и вставал, блядь, ну, то есть, это не значит, что ты на следующий день туда не идешь, не знаю, будет это. Дело в том, что я привык не сливаться, когда девушка говорит нет, а по ней видно, что, как бы, да. А как ты это видишь, блядь, вот ты удивишься. Вот она улыбается, она смеется, ну, нет, я не знакомлюсь там сразу, сразу. Они все говорят такую херню, ну, как бы, понимаешь, нет. Ну, она смеется при этом, или, допустим, вообще, как бы, ну, негатива нет. Ну, смотри, а тут реально все, чувак, иди в задницу там, ну, сразу считается. Это идеальный случай. Я тебе говорю не про это, а вообще в целом про всю картину. Вот там две сидели мелкие, которые в вагон прыгнули, они вообще улыбались и смеялись, ты не стал их задерживать. Да, да. То есть, когда мне люди начинают говорить, я вижу, как она реагирует, они так пиздят, блядь, вот как ты это видишь, чувак, вот. Я даже не знаю, что ты сейчас дальше думаешь, блядь, что он в бойках в голове. Были случаи уже. Блядь, это случай, как бы я, был Питярит, на Шерябинску упал. Ну, только когда-то, я не помню, в тринадцатом что-то, я не помню, я не помню. Просто если я, то, теоретия, то есть, смотри, еще раз, я всем говорю вот эту историю Юра, Юра Лысова у нас на канале, который с Кирова, когда это, то есть, он прям вот открывал девчонку в Уфимоле, она прям вот вся из-вупендрилась, прям, нет, 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 ну и что, это вот жене ей нет, пусть постоит. А потом, короче, когда он ей позвонил, она говорит, я думала, ты не позвонишь. И, то есть, в этот же день был секс, там, в отеле он показывал, короче, мне фотки, и она там уже стоит, ну, то есть, вот такая история. Ты можешь в это верить, что я, ну, объектив, объективных сигналов, как бы, да или нет, нет. Да ты не можешь их определить, понимаешь, как бы, я и то не могу наступать. Не, хотя бы три раза, да, да, нет, нет, то есть, а ты сразу после первого. Смотри, это жизнь, чувак, то есть, мало ли, у него там в мозгу переключится, она скажет, о, клевый чувак, настойчивый. То есть, а может, она, знаешь, у тебя были такие случаи, у меня до хера раз такой был, когда ты подходишь, а она такая, да, конечно, да, ну, ты опишите, да, ну, ну, а все. Да, она просто пропадает, то есть, тут, как бы, нет такого, чтобы ты понял точно, как будет, чувак, ну, там есть человеческие факты. То есть, я тебе просто говорю, что делать, ну, как бы, не сдувайся, ну, да, по твоей теории ты сейчас сам себе противоречишь, ты говоришь, если объективно они хорошо реагируют, я не сдуваюсь, вот девки в метро, две мелкие, они уехали, и ты их даже не попробуешь, ну, у тебя это, они, ну, там я сказал, говорю, не превышая ситуация, там, согласен, да, можно было. Не специфические проблемы, просто, ну, как бы, еще раз, по невербалике проблем нет, ну, то есть, ты нормально выглядишь, ты не вот так вот подходишь, как у нас один чувак подходил. То есть, ты не вот так вот, там, не знаю, ты там, ну, то есть, ты нормально выглядишь. Если тебя, как бы, еще научить нормально общаться, чтобы ты внутренне себе разрешил, что тебе можно их, там, попридержать, можно остановить, только это все мягко делать, у тебя все будет нормально, чувак. Ребята, до онлайна 7-го числа осталось только 5-6 дней, 5 дней уже, да, до 6-го числа. Соответственно, если кто-то еще не успел записаться, записывайтесь, ссылка для записи под видео, что скажешь? Есть что сказать вообще? Ну, клево, блин, в принципе, что ожидал, как бы, получил даже чуть больше. И, ну, хотел сказать, на самом деле, что, ну, основная работа, она идет не тогда, когда ты дома сидишь, там, на ютубе и смотришь всякие видюшки, а тогда, когда ты сам выходишь, там, один и, ну, оказываешься без всякой этой поддержки, там, тренеров и так далее. Просто, ну, у меня у самого такое было, что я сливался все время, как бы, смотрел видео, зарядился этим позитивом, вышел на улицу, и бах, ты оказываешься, там, не в Москве, там, вон, с Шамшуриным, там, а один, там, в Обскове, грубо говоря, в своем, и ты такой думаешь, бля, ну, это не та территория, как бы, не то место, и все, и сливаешься. Но, когда это место становится, как бы, твоим полем боя, так косвенно говоря, то ты привыкаешь и, ну, перебарываешь себя, и со временем все отлично становится. Ну, надо просто принять, что, ну, не будет идеального места, идеального ветра, идеального солнца, там, идеальных телок, то есть, ну, как, все ждут какой-то момент, да, когда вот, вот будет это, тогда будет заебись. А его, прикинь, нету, короче, то есть, то же самое, грубо, вот, извиняюсь, перебью там, что, вот, я пришел в Москву, то есть, на ютубе, как бы, все подходят, там, все пикаперы, Все в Москве, все солнечно, все у них удачно Я вот как бы в Москву В Москве подхожу, как бы, ну, сами видите Не все удачно, то есть, ну, зависит не от города А реально от человека, от твоих умений Как бы и практики, то есть Практикуйтесь и, ну, приходите на тренинг Реально тренер очень классный И все по теме, все по делу Никакой воды, и, ну, реально классно, ребята Ребят, кому там будет нужна распинка Вот такая вот Звоните, пишите, оставляйте заявки То есть Нам нужен какой-то взрослый человек Такой интеллигент, но вида, что мы показываем Вот сейчас нужен такой, что мы показываем Разного парня, разных тиммажей То есть, вот, ну, как бы У нас уже был там Такой был, такой, то есть, как бы Нам еще нужно прям категорически Другого, какого-то там, интеллигент какой-нибудь Пусть там обратиться к нам с этим Потому что, еще раз Вот он жесткий, как бы, и жесткого Сделать мягкого проще, чем наоборот Я хочу, чтобы пришел какой-нибудь А вот такое Чтобы нам было с ним тяжело Ладно, все, спасибо Ребят, счастливо Еще раз ссылка на онлайн под видео Записывайтесь, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok